Выставку под названием «Души и рукотворение» в детской школе искусств номер 2 открыл творческий коллектив «Задоренко». Веселые народные песни задали тон всему вечеру. На торжественной части всех участников выставки наградили памятными дипломами. Экспозиция состоит почти из ста работ учащихся и преподавателей ремесленно-художественных отделений школы. Творчество ребят представлено в различных техниках. Детская школа искусств номер 2 славится своим разнообразием отделений. Мы занимаемся и народной вышивкой, и дизайном костюма, одежды и ткани, и резьбой по дереву, и маркетри. То есть вот эти все работы – вышивка, лоскутная техника. То есть все это представлено на этой выставке. С удовольствием можно смотреть и видеть весь путь ребят от 1 до 5 класса. Особое место на выставке заняли работы выпускников отделения «Художественная керамика». Свою работу Алина Морозова решила посвятить традициям Испании. Ее декоративное панно состоит из двух взаимосвязанных частей. На одной картине девушка представила кориду, а на другой – танец фламенко. Изначально мы заготавливали на бумаге все это. То есть мы рисовали, наброски делали, дальше уже начинали делать саму работу из глины. Потом зарисовывали на большом листе уже крупную работу и выполняли ее гуашью. Изначально лепим из глины, потом она сушится, ее отправляют на обжиг, а потом уже мы ее покрывали глазурью. Работа «Гончар» Александра Калюжова очень символична. Молодой человек решил посвятить ее тому, чем занимается сам – глине и гончарному искусству. Это гончар в окружении четырех стихий, которые, если вместе объединить, можно получить глину. Смысл этой работы – показать, что все взаимосвязано. Выставка детской школы искусств номер 2 «Души и рук творения» можно посетить до декабря. Подробная информация по телефону 951-84. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.